Очередь в детские сады может сократиться в три раза, но это не точно. Супруга Никита Белых рассказала о свидании со своим мужем в подробностях, и сборная России стала чемпионом мира по ледолазанию. Все подробности далее наш эфир продолжает рубрика «Короткой строкой». К осени очередь в детские сады сократится почти в три раза, с 1700 человек до 600. Чиновники надеются добиться этого за счет открытия в этом году пяти дошкольных учреждений. Правда, планы могут нарушить жители районов, которые могут с детьми переехать в Киров. Спрогнозировать объемы миграции чиновники не в силах. Супруга Никиты Белых рассказала о свидании со своим мужем в Рязанской колонии, причем в подробностях. Например, на встречу с экс-губернатором Кировской области девушка ехала под песни рэпера Фейса. Говорит, комнат для встреч в тюрьме достаточно, но нет места для пеших прогулок. Екатерина Белых рассказала, что Никита Юрьевич в порядке, работает, проводит уже традиционные конкурсы для заключенных, пишет очередную колонку. А вот со свидания девушка ехала под музыкальное сопровождение группы «Каспийский груз». Киров вошел в топ-5 пунктуальных городов России. Рейтинг составило одно независимое агентство по итогам социологического опроса. В разных городах людей спрашивали, считают ли они себя пунктуальными и часто ли опаздывают. В итоге самым пунктуальным городом страны оказался Пермь. На втором месте Москва, затем Ростов-на-Дону. Первую пятерку замыкает Киров. Сборная России стала чемпионом мира по ледолазанию. Соревнования проходили в минувшие выходные в спорткомплексе «Трамплин на Филейке». За звание лучших боролись 78 спортсменов из 21 страны. Стоит сказать, что соревнования проходили в упорной борьбе. Наша команда стала чемпионом. Серебро завоевали спортсмены из Ирана. Третье место досталось команде Южной Кореи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова